Итак, повестка борьбы с изменением климата — это одна из причин, почему наша экономика трещит по швам. Вторая причина — Украина. Сейчас мы поддерживаем и фактически сами участвуем в горячей войне с Россией, что привело к росту цен на энергоносители по всему миру и становится только хуже. Конгресс США умудрился выделить Украине более 90 миллиардов долларов с начала года. Это вдвое больше, чем мы ежегодно тратили в Афганистане, намного больше, чем весь военный бюджет России. Но и этого недостаточно президенту Украины Зеленскому. Он не просит денег у Конгресса, он их требует. Вот его обращение за последние три месяца, смотрите. Нам абсолютно необходимо, чтобы Соединенные Штаты проявили лидерство и предоставили Украине системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно, чтобы покрыть гражданскую инфраструктуру — школы, больницы, университеты, дома украинцев. У нас есть две ключевые финансовые потребности. Это 38 миллиардов долларов для компенсации дефицита бюджета на следующий год. А также еще 17 миллиардов, сумма, подтвержденная Всемирным банком, необходимы для восстановления критически важной инфраструктуры. Нам бы очень хотелось, чтобы поддержка и особенно ее объем оставались прежними. Важно иметь эту поддержку со стороны американского общества и, прежде всего, американских налогоплательщиков. Потому что, в конечном итоге, это деньги не правительства, а народа. Вы знаете этого парня? Кто он такой? Просто коррумпированный авторитарный лидер, и он требует деньги у нас. Наглости ему не занимать. Что он употребляет? Эл Тодд Вуд, основатель CD-медиа и бывший пилот спецназа. Он с нами на связи. Тодд, спасибо, что пришел. Мой вопрос по Зеленскому. Откуда такое высокомерие? Он не на пособии. Он требует, чтобы Конгресс США финансировал его правительство. Не только оружие, но и зарплаты бюрократов. Откуда такие замашки? Смотрите, Зеленского привел к власти олигарх Игорь Коломойский, которого он недавно стал преследовать в судебном порядке на Украине. Это наводит на мысль, что у Зеленского теперь есть более крупный и важный, более могущественный и богатый покровитель. Это администрация Байдена, Всемирный экономический форум и та клика, что навязывает всю эту повестку Соединенным Штатам. Зеленский работает не на народ Украины, они очень страдают. У нас были там люди еще с Майдана в 2014. И уже несколько месяцев нам говорят, где вся эта помощь, которую сюда направили, мы ее не видим. Командам волонтеров приходится ездить в Польшу и на собственные средства закупать еду и медикаменты. Большой процент населения Украины встречает зиму без воды, электричества или тепла. Подумайте об этом. Многие там живут в высотках еще советской постройки. Это действительно катастрофа. Зеленский работает ради более масштабной повестки, а не во благо народа Украины, это точно. Итак, 90 миллиардов долларов и не было никакого аудита того, на что пошли деньги. Демократы в Конгрессе сопротивляются аудиту. Почему они не хотят узнать? Ну, потому что, только надо понимать, у демократов чемпионат по отмыванию денег на Украине. По нашим оценкам, только 30% материальной и военной помощи доходят до мест назначения. Есть свидетельства, о чем мы говорили у тебя на шоу недавно, о крушении самолетов Греции, что оружие переправляют за границу. А значит, деньги не попадают туда, где они нужны. Большая часть денег оседает в офшорах речи о недвижимости. Есть данные о том, что многие из украинских чиновников купили недвижимость за рубежом. Им не нужен мир. Они хотят, чтобы оборонным подрядчикам в США и дальше шел поток денег. И интересно посмотреть, что произойдет, когда Нижняя Палата перейдет к республиканцам. Надеюсь, это разбазаривание средств прекратится. Надеюсь. И мы видим, как порядочные, разумные, консервативные люди, хорошие люди, такие как Джонни Эрнст, поддерживают это. Многим республиканцам пора бы проснуться и понять, что их просто надули. Да еще как. Эл Тотт Вуд, благодарю, что пришли сегодня. Большое спасибо. Спасибо.